Наше общение должно закончиться в 14 часов, и время наше вышло. Меня попросили братья сделать призыв к покаянию и сказать проповедь. Но вначале надо сказать проповедь и призыв к покаянию. Если б не было поручения, я б не вышел за кафедру, потому что понимаю, что регламент нужно соблюдать. Но есть поручение сделать призыв к покаянию. Еще у меня есть подозрение, что тем, кому нужно покаяться, они за пределами этого зала. В основном так бывает, под конец общения. И я там ходил и смотрел, там немало людей. Однажды я подошел к такому кругу собравшихся и спросил, как у вас дела. Мне сказали, у нас все очень хорошо. Я говорю, сейчас будет призыв к покаянию, не вздумайте покаяться. Не вздумайте, вы себе всю жизнь поломаете. У вас так все хорошо, у вас так все весело. А если вы покаетесь, вам же на собрание надо ходить, вам же надо в небо идти, вам же в раю надо быть. Не выходите. И они сказали, ну не все у нас хорошо. Друзья, я думал проповедь говорить на тему, которая вот здесь высвечена. Но некоторые мысли все-таки скажу, как закрепление всего общения прекрасного, которое у нас здесь было. Этот текст написан в 7 главе 1 послания Коринфянам. «Лучшим воспользуйся». Ну вообще, о чем здесь можно проповедовать, и так все понятно. Мы же всегда с самого детства знаем, что лучше. Мы знаем, что начинка в печенье, она лучше, чем само печенье. И из поколения в поколение так оно все идет. И мы же к этому привыкаем. А потом мы все равно стараемся, мы всегда выбираем лучшее. Никогда мы худшее с вами не выбираем. Прекрасно понимаем. Но вдруг у нас появляется красная паста, перечеркнутая, мы понимаем ошибка. И оценка снижается со следующей ошибкой и еще с ошибкой. А потом двойка, а потом исправлять. И так 11 лет. Ну там можно как-то еще исправить, пройти, а потом мы взрослеем с вами. И вдруг опять ошибаемся. Друзья, вот тогда, когда мы ошибаемся после школы, в жизни ошибаемся, не все можно поправить. Не все. Хотя мы всегда выбираем лучшее. Один человек так сказал. Мне очень тяжело. Тяжело мне очень. Это был человек, который всегда выбирал лучшее. Он брал лучшие земли. Он лучшие виноградники брал. Это был Саул. Но он, выбирая лучшее, придя к финишу своей жизни, сказал, мне очень тяжело. Друзья, значит, оказывается, можно ошибаться. Думать что-то лучшее. Он даже лучшее выбрал для жертвоприношения. Самуил ему сказал. Или сам Бог ему через Самуила сказал. Что лучше послушание Саул, чем все твои выборы. Все вот эти жертвы, что ты принес, это плохо. Лучшие. Ты не то лучшее выбрал. А вот тот, который после него пойдет, Давид, он скажет, мне же мы и прошли по прекрасным местам. Вот он не ошибся с выбором лучшего. Друзья, у нас общение прошло два дня. И в этом общении мы очень много слушали. И каждый из нас подумает, что лучшее. Нам когда-то надо будет подводить итог. Мы вечно не будем молодыми. Я от брата Андрея говорю, может, это мы с тобой подустали? Мы стареем. А молодежь, может, еще такая, что без обеда до шести вечера? Ну, он говорит, наверное, нет. Друзья, но все равно, когда-то мы постареем, точно, что нам будет сильно тяжело. 4 марта, 80 лет, было Евгений Никифоровичу. И рано утром, ну, как рано, с утречка мы поехали с братом его поздравить. Евгений Никифоровича Пушкова, 80 лет. Подарки сделали, открытку подписали, букет цветов. А потом с ним сидели, общались у него дома. И знаете, что я увез с того общения, он так сказал. Я абсолютно счастливый человек. До слез. Я абсолютно счастливый человек. Почему? Он не ошибся с лучшим. А знаете почему, друзья? Потому что есть один, который точно знает, как лучше. У нас советчики есть. И говорят, лучше так поступи, лучше это сделай, лучше это. И мы как ровам метаемся между одними и другими. А потом делаем выбор и говорим, мы будем скорпионами вас наказывать. Они разворачиваются, уходят от нас. И мы говорим, почему разруха, почему беда? Советы такие давали. Но есть один, который говорит, я знаю. Я знаю. Я все знаю, как для вас лучше. Это Еремия 29 глава 11 стих. Друзья, если я хочу в своей жизни не ошибиться никогда, если я хочу прожить жизнь хорошо, я должен любить Евангелие. Я должен любить Библию. Там написано лучше. Оно веками не стареет. Написано, что Слово Божье пребывает вовек. Если там написано, что лучше смиряться, это точно. Если там написано, что лучше немного и с ним мир, это точно. Если там написано, лучше остаться обиженным, это точно. И сто лет назад, и тысячу лет назад, это точно. И вот эти люди, которые поняли, друзья, они прошли жизнь и сказали, Межи мои прошли по прекрасным местам. Ну вот, такое пожелание, лучшее, лучшее, то, что связано с Богом Написано, они стремились к чему? К лучшему, то есть, все, что связано с небом, то, что связано с Богом, друзья, это лучшее Вот мы пробыли здесь, в этом общении, давайте это запомним и возьмем для себя Давайте вот это лучшее будем к нему стремиться, этим будем дорожить Ну вот мы с вами и узнали, а разве мы этого не знали? Меня брат в аэропорт вез, я ему говорю, Гриша, скажи, что молодежь наша еще не знает, о чем проповедовать? Он говорит, Дед Саша все знает, ну это так и есть, ну все мы знаем Что я сейчас нового сказал? Вот я думаю, что вот в этом словосочетании, которое я предложил, друзья, слово «воспользуйся» Вот здесь у нас проблемы начинаются Мы соглашаемся, мы одобряем, мы поддерживаем, говорим правильно сказано, мы это все приветствуем А что дальше? Аркадий Михайлович в одной церкви вышел на кафедру, а перед этим он был в этой церкви за некоторое, ну может там месяц, не знаю сколько И стал читать текст Писания, пресс-фитер понял, что он эту проповедь говорил, ну вот, три недели назад И он ему шепчет, Аркадий Михайлович, Аркадий Михайлович, он повернулся, говорит, что? Вы эту проповедь у нас уже говорили три недели назад Он говорит, ну и как? Друзья, ну вот, ну и как? Вот мы сейчас, мы все поняли, мы еще убедились, что действительно обновление надо, покаяние, все надо, а что дальше? Ну а что дальше? Воспользуйся, тебе польза будет, мне будет от этого польза Нужно что-то делать, недостаточно Друзья, я удивляюсь, вот Христос приходит в купальню Вефезда, сколько там больных? Ну там десятки больных людей, а сколько исцеляется? Один, а почему остальные не исцелились? А у них есть опыт жизни, они знают, что нужно смотреть на воду И когда она возмутится, туда спешить Вот, друзья, и так у нас бывает, мы чего-то ждем, а он совсем рядом, Христос Говорит, воспользуйся, ты вот поступи так, послушайся А нам трудно, нам трудно выйти из колеи А знаете еще, почему трудно, друзья, воспользоваться? Потому что мы хотим сразу результатов Заметьте, какие сейчас рекламы Кредит за пять минут До миллиона, да? И все хорошо, и заживешь Пять минут, и ты миллионер Друзья, мы привыкли так И мы так живем А в духовной жизни так не бывает Лучшее так не приобретается Я иду через таможню Обратил внимание, что не взял с собой денег Но так бывает Мы подъехал к границе Пешком перешел, братья встретили и уехал Но все равно хотелось бы, чтобы хоть тысяча рублей в кармане было Но как-то совсем нехорошо без денег А через таможню просвечивают мою сумку И, а там, какой той сумки А мне останавливают ее там в этом, значит, в рентгене таможенник И говорят, ого, куда вам столько денег? Я говорю, вы там деньги нашли, да? Говорю, хорошо, прекрасно Я думал, что я вообще денег Он говорит, у вас там много денег Я говорю, ну давайте Я рад там их обнаружить Он достает ее сумку, открывает, открывает А там лежит Ну я тогда пользовался еще симфония Поняли, да? Симфония маленькая И она так А что это такое? Я говорю, да это вот симфония А что за симфония? Я говорю, ну Библия, объясняй ему А он говорит, а вы верующий человек? Да, я говорю, верующий А что, вообще денег у вас нет? Я говорю, ну нет денег А он говорит, мне что, святая благодать не помогает? Вот так нам как хочется Если ты верующий, если ты лучшее знаешь Значит, у тебя должно быть много денег Или чего еще Значит, святая благодать я на раз и дал А мне так стало неудобно Нет, не то, что неудобно Неприятно Как эта святая благодать не помогает? Но я же не буду ему проповедь рассказывать Когда сзади толкают пассажиры другие Или пешеходы Я говорю, помогает Ну помолился Он говорит, а как? Я говорю, когда есть святая благодать Тогда деньги вообще не нужны Вот я пришел, сел, мне повезли Куда надо, туда и повезли Он так потянул И понял, не знаю, не понял, друзья А вот нам тоже хочется Чтобы святая благодать нам выражалась В чем-то том, в чем люди хотят И нам поэтому думаю Ну сейчас я сделаю, а что? А что потом? А ничего не будет Я смирюсь, а мне на голову залезут И я станусь обижен И меня опять будут обижать Друзья, ну это лучше Путь Иван для лучшей Мы должны в это поверить Друзья, надо воспользоваться Нужно сделать то, что я слышал сегодня Завтра ли или может сегодня Из всех примеров, которые Христос Примеров исцеления Для меня самый дорогой пример Я вам сейчас скажу какой Это Вартимей Знаете почему? Там есть такое слово И когда выходил он из Иерихона То Вартимей кричал Было время, когда Христос Сходил в Иерихон Я не знаю, может там не было Вартимея на том месте Но было время, когда Господь выходил И он вдогонку У него был последний шанс Воспользоваться и получить зрение Знаете почему? То, что Христос с Иерихона Потом пойдет в Иерусалим А потом его там распнут И он больше никогда не придет в Иерихон И у него появилась эта возможность Воспользуйся Друзья, конечно было много людей со Христом Может быть он так подумать мог Вартимей А зачем вот я сейчас буду кричать И он же мне дозрение Мне же больше никто там не пожертвует ничего Сейчас много людей идет Самый шанс Я сегодня напрошу много А завтра он придет Я получу исцеление Ну я не знаю, думал он так, не думал Ну по-человечески могло так быть Друзья, но он воспользовался Он молодец А самый лучший пример спасения В моих глазах Знаете кто? Это на кресте разбойник За несколько часов Он сказал Помяни меня Господи Я думаю он будет один из счастливейших Спасенных в небе Почему? Он воспользовался Он воспользовался Друзья, есть люди, которые не воспользовались И они потеряли очень много Есть горькие примеры Я их лично знаю Нам на собрание ходил человек Он был член церкви Потом его отлучили Он несколько раз приходил после Говорил, что Бог зовет его Но он не спешил каяться Попозже, попозже А потом его наши братья просто привезли Он уже не мог ходить По причине пьянства глубокого Он сидел на передней скамеечке Вместе с детьми Все собрание И после собрания его увозили Его друзья заботились Ему было 43 года Но он уже не мог ходить Самого под руки водили И очередной раз в собрании Я получаю записку от него Которая корябым почерком написана Саша, помолитесь за меня Леня Я говорю, братья и сестры Вот просит Леня помолиться Давайте за него помолимся Мы одно собрание молимся Второе, третье И все там присылают эти записки И очередной раз я ему говорю Слушай, тебе до микрофона Сделать два шага Вот встать и два шага Мы тебе поможем Возьми микрофон Скажи Богу Скажи Богу то, о чем ты хотел Он встал Сделал два шага Взял микрофон Молчал А потом сказал громко Не могу Не могу И вернул микрофон Друзья, этот человек Когда-то не воспользовался Он думал, что Христос Еще придет в Иерихон А он не пришел больше И на следующее собрание Его не привезли Потому что он пьяный Упал и убился Друзья, как страшно подумать Что я могу оказаться Сегодня думая Что есть что-то лучшее За пределами церкви За пределами Евангелия Друзья, лучшее Лучшее Только здесь И лучшим нужно Пользоваться Лучшим нужно Пользоваться И ведь Господь нас зовет Зовет Свою обитель Ибо кто в нашем собрании Присутствует Друзья Если вы слышите Что вас зовет Бог Вы воспользуйтесь Этим Вы воспользуйтесь Ведь Он вас зовет Свою прекрасную семью Я вам последний пример Приведу И затем Мы споем И кто пожелает Может пройти Пройти И воспользоваться Лучшим Группа Христианской молодежи Посещает Детский дом С проповедью И с подарками Бывает И однажды С посещением Была одна семья Молодая У них Деток не было Длительное время Но они все равно Подумали Может не будем ждать Возьмем кого-нибудь И стали приходить И присматриваться К деткам Там висел Большой стенд Так бывает Детей которых Можно усыновить Вот они там Фотографии Их они возле Этого стенда Останавливались И смотрели На этот стенд И высматривали Хотели мальчика Но есть Процедура Очень сложная Но в этой процедуре Есть согласие Самого ребенка Оно должно Присутствовать И они занимались Этим делом И у них получилось И однажды По детскому дому Пошел шум Что у Кирилла Появился Папа и мама Он теперь Не живет Дети бегали По дому И искали По детскому дому И искали Этого мальчика И не находили Они подбегали Смотрели на фотографию Которая еще Висела на стенде И восхищались И восхищались Очередной раз Когда пришли Друзья опять С посещениями Пошел шум Что Кирилл Пришел с папой И с мамой И сбежались все И брат ведущий Вот который рассказывал Он говорит Я понимал Что пришли Не на наше пение Не за нашими конфетами Они стояли И смотрели Только на одного На ихнего Знакомого Или товарища Который стоял Рядом с молодой Женщиной И держался за руку Он был в совсем Другой одежде Он был нарядный И причесанный У него теперь Была мама И папа И вот брат Я говорю Проповедь И вдруг Один мальчишка Кричит Очень громко Повезло Повезло И смотрит И смотрит На Кирилла Ему повезло Друзья Действительно Мы без Бога Как сироты И кто из нас Пробовал То лучшее Которое предлагает Мир Там нет счастья Там одно разочарование Сегодня Господь Хочет позвать тебя В семью Детей своих Воспользуйся лучшим Воспользуйся лучшим Чтобы и тебе Повезло Друзья Придет время Мы подведем итог Не нашего собрания А нашей жизни И оно очень быстро пройдет Придет это время И дай Бог Чтобы каждый из нас Мог сказать Как о том Что мне повезло Почему? Потому что действительно Я знал лучшее И воспользовался Мы сейчас Я предлагаю спеть псалом Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Понимаю Что многие из нас Здесь Они имеют мир с Богом Имеют радость Обновляет Господь Дух их А если Нет Вернее Есть кто-то С временем Кто понимает Что лучшее утрачено Или еще не принимал Это лучшее Друзья Вы пройдите вперед И вы помолитесь И обратитесь к Богу Который Всякого Кто приходит к Нему Никогда не прогоняет вон Мы Я не случайно Сказал Вчера Что это благая Часть всех наших Общений Потому что Тогда когда здесь Выходят каяться Небо радуется Оно не радуется Оно вернее Там нет такой реакции Когда поет хор Или оркестр играет Там такая радость Когда каются Грешники Мы вставшись Споем этот псалом Куда теперь идти мне Куда направить путь И если во время пения У кого-то есть желание Воспользоваться Друзья Проходите И Господь Вас благословит Субтитры Субтитры